Помогите получить лекарства. С такой просьбой в СМИ довольно часто поступают обращения. В ожидании положенных препаратов пенсионеры вынуждены тратить и без того небогатый семейный бюджет. На заседании правительства министр здравоохранения доложил, в регионе более 66 тысяч так называемых льготников, как региональных, так и федеральных. В год государственное лекарственное обеспечение обойдется бюджету в миллиард 300 миллионов рублей. На контракты вышли еще в декабре, но порой поставщики игнорируют торги, что сказывается на задержке. На срочном остатке 8 тысяч рецептов, из них 75%, то есть 6 тысяч рецептов уже обеспечены медикаментами. Мы ждем, когда пациенты придут в аптеку и заберут их. Кто не может, то участковые врачи сами разносят, ну и волонтеров тоже просим, сами разносят медикаменты. Глава Хакасии обратил внимание на аптечную сеть, особенно сельскую. Бизнес на лекарствах, деревню обходит стороной. Невыгодно. Власть должна принять меры. С частниками работать непросто. И частник придет в конкретное село только если у него будет интерес. Но сегодня у нас есть возможность открывать небольшие аптечные пункты в рамках ФАПах и амбулаторий. Другой вопрос заседания Кабмина развития агропромышленного комплекса. Сумма субсидий не может не радовать. Свыше 756 миллионов рублей. Хочется отметить и передать, наверное, слова благодарности от наших колхозников, от наших сельхозтовопроизводителей, что на 1 января текущего года отсутствует кредиторская задолженность по выплаченным субсидиям. Государственные субсидии помогают хозяйствам развиваться. Например, при покупке комбайна бюджет компенсирует 4 миллиона. Задумал капремонт тяжелого К-700, половина стоимости поможет оплатить программа. На пассивную правительство поддержат хозяйство и по расходам на дизельное топливо. Не исключено, что положительный опыт возьмет на вооружение Министерство сельского хозяйства России. Мы в прошлом году вот такая вот в программе субсидия как на приобретение дизельного топлива, она показала себя очень эффективной. В первую очередь мы в этом году ее планируем выплачивать уже с 1 апреля прием документов. Сумма составит 20 миллионов. Я подчеркну, что важно, чтобы те программы, которые у нас действуют по поддержке, они давали результат. Это и рост урожаев, и рост качества поголовья скота, которые в хозяйствах, у фермеров у нас в наличии имеются. Ну и в конечном итоге мы, конечно, ждем бюджетной отдачи. Ну и чтобы люди видели на прилавках продукцию нашу местную из республики. Добавим, что благодаря государственной поддержке аграрии вправе рассчитывать и на 50% страховой премии в случае неурожая. Все-таки Хакасия относится к зоне рискованного земледелия. Эдуард Иванов, РТС.